Искусственный интеллект поможет учёным в разработке эффективного средства против коронавируса. Специалисты ведущих лабораторий активно участвуют в компьютерном моделировании молекул с характеристиками COVID-19, которые можно будет использовать в создании будущей вакцины. О том, как нейросети уже сейчас видят, слышат и распознают новую угрозу человеку. В репортаже Александра Христенко. По моей команде делаете вдох и выдыхаете в трубочку. Предложение «дыхнуть в трубочку» во времена пандемии приобретает совершенно иное значение. Коронавирус вне лаборатории не увидеть, но его можно почуять, говорят в Новосибирском академгородке. В Институте автоматики и электрометрии создали переносной газоанализатор. Каждое заболевание имеет свой спектр выдоха, как некий отпечаток пальца. Отпечаток пальца уникален. Ацетон имеет свой ряд заболеваний. Это диабетический кертоацидоз, когда человек болеет диабетом. Воспалительные процессы в легких сопровождаются выделением монооксида азота, НО. В выдохе человека в различных сложных комбинациях содержится около 750 летучих соединений. Это так называемый отпечаток метаболизма. Еще до пандемии ученые собрали большую базу данных с образцами здоровых людей. Теперь важно проанализировать, чем дышат больные коронавирусом. После того, как газ выдоха человека попадает в этот трещий разряд, мы спектрометром фиксируем. Программное обеспечение, которое мы делали на протяжении двух лет, используя искусственный интеллект, определяет концентрацию газа.